В Абакане продолжается работа над комплексным планом мер, направленных на улучшение экологии. В основу положен опыт соседних регионов и городов, которые испытывают аналогичные проблемы. И точно так же, как и в столице Хакасии, пытаются снизить количество выбросов в атмосферу от домов частного сектора и небольших котельных, расположенных в промышленных зонах. Я думаю, что, наверное, все прекрасно знают, что город Абакан попал в число тех городов, 29 городов дополнительно, которые попали у нас в национальный проект «Чистый воздух». И задача сегодняшний день наша – разработать комплексный план по снижению выбросов до 2030 года в два раза. В каждом регионе свой подход к решению экологической проблемы. В столице Бурятик, к примеру, сделали ставку на электрические котлы. Соседний Красноярский край – на твердотопливные. От идеи использования сжиженного газа для отопления в сибирских городах уже отказались. Вариант с централизованным теплоснабжением в настоящее время пока в арсенале Тулькова-Бакана. Речь идет о теплотрассе, построенной для новой школы на 250 мест, в жилом районе Красный Абакан. Единого рецепта не будет. Мы постараемся использовать все механизмы, какие только возможно. Это и электротабление. Мы уже это опробировали и будем выходить уже с использования федеральных средств. Это и твердотопливные котлы. Здесь есть хороший опыт Красноярского края. Это и мы сегодня обсуждали с коллегами возможность использования централизованного теплоснабжения, если позволяет ситуация. Допустим, магистральная теплотрасса находится недалеко и, возможно, разводящие магистрали. Мы это все просчитывали. Но, наверное, одним из основных проблемных источников для нас является центр питания для электроснабжения. Они перегружены. Все об этом знают. Это подстанция Юго-Западная, подстанция Ташаба-Сельская. Во многом это сдерживает принятие наших решений. Комплексный план мероприятий должен быть направлен на основные источники выбросов в атмосферу. Таковыми сегодня в Абакане считаются промузлы и частный сектор. По оценкам экологов, это почти 90% всех выбросов. В июне столица Хакасии уже должна представить план на предзащиту в федеральный центр. Продолжение следует...